Здравствуйте! Представляю вашему вниманию очередной небольшой обзор банкнот, приобретенных мной для пополнения собственной коллекции. Сразу хочу сказать, что обновление такое получилось довольно спонтанное и незапланированное. Ну а прежде чем перейти к банкнотам, хочу по традиции сделать небольшое отступление и сказать, что в связи с непонятной ситуацией, которая происходит на данный момент с ютубом, я свои видео также выкладываю на Дзене. Поэтому, кому интересно, подписывайтесь, смотрите, буду очень рад. А теперь давайте перейдем к банкнотам. Также сразу хочу сказать, что все пополнение состоит из банкнот Белоруссии. Также пару слов предыстории данного пополнения. Оказалось, что у меня не хватает трешки с бобрами. Да и, собственно, рубль с зайцем не самого лучшего качества. Ну, полез я на мешок срочно данный банкнот покупать в Анце. Но был неприятно удивлен соотношением цена-качество. И, к слову, бобров я так и не купил. Ну а банкнота с зайцем у меня оказывается очень даже неплохая. Но зато купил я довольно приличное количество других банкнот. Подробно на каждой из них мы с вами останавливаться не будем. Я думаю, все их прекрасно видели. Все о них все знают. Поэтому так довольно бегло просто пробежимся по данным банкнотам. Сразу скажу, на мешке они мне все обошлись. Что-то порядка, наверное, тысячи рублей вместе с доставкой. Итак, банкнота достоинством 1 рубль 2000 года выпуска. Национальная академия наук Беларуси. Изображена на лицевой стороне данной банкноты. Ну а она оборотной. Указан номинал. Всякие изображения отсутствуют. Далее. Банкноты из той же серии. Достоинством в 5 белорусских рублей. Также 2000 года выпуска. Троицкое предместие. Изображено на лицевой стороне данной банкноты. Троицкое предместие. Это исторический центр города Минска. Я там бывал. Очень даже мне там понравилось. Ну а на оборотной стороне также указан номинал. И отсутствуют какие-либо изображения. Далее. Банкнота 2000 года выпуска. Достоинством 10 рублей. Национальная библиотека Беларуси. Изображена на лицевой стороне данной банкноты. Ну а на оборотной, как положено, указан номинал. И всякие изображения отсутствуют. Далее. Банкнота достоинства в 20 белорусских рублей 2000 года выпуска. На лицевой стороне изображено здание Национального банка Республики Беларусь. Ну а на оборотной изображены его интерьеры внутренние. По всей видимости. Далее. Банкнота достоинства в 50 белорусских рублей. Датированная 2000 годом. Хотя, относящаяся к модификации 2010 года. Поскольку буква Я после буквы З уже используется. Как раз принятие новой орфографии состоялось в 2010 году в Беларуси. Изображены на лицевой стороне Холмские ворота Брестской крепости. Ну а на оборотной стороне вход в мемориал Брестскую крепость изображен. Далее. Банкнота достоинством в 100 белорусских рублей. Датированная 2000 годом. Хотя, данная банкнота относится к модификации 2011 года. Изображен Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь. Отсутствует защитная полоса на данной банкноте. Поэтому относится данная модификация к 2011 году. Ну а на оборотной стороне изображена сцена некого балета по поэме Янки Купалы. Я, к сожалению, не очень хорошо знаю белорусский язык. Поэтому не могу сказать, как она называется. Далее. 500 белорусских рублей, также датированные 2000 годом. На самом деле, это модификации 2011 года. Изображен на лицевой стороне Республиканский дворец культуры профсоюзов. А на оборотной стороне изображен некий барельеф. Как говорит Википедия, это скульптуры, которые укреплены на фронтоне здания, изображенного на аверсе данный банкнот. Далее. 1000 рублей. Национальный художественный музей Республики Беларусь. Здесь изображен на лицевой стороне данной банкноты. Также данный банкнот датирован 2000 годом. На самом деле, 2011 года. Образца данная банкнота. Но она в стороне оборотной. Изображен фрагмент картины, который называется «Портрет жены с цветами и фруктами». Видимо, она экспонируется в данном художественном музее. Далее. Банкнота достоинства в 5000 рублей. Изображен дворец спорта, расположенный в городе Минске. Также 2000 годом датирована данная банкнота. Но отпечатана она в 2011 году. На оборотной стороне изображен спортивный комплекс Раубичи. Тоже мне там бывать приходилось. Довольно такой живописный мест. Правда, был я там летом. И совсем не с целью катания на горных лыжах. Далее. 10 тысяч рублей. Также датированная 2000 годом. Но выпущенная в 2011 году. Панорама города Витебска. Изображена на лицевой стороне данной банкноты. Ну, а на стороне оборотной. Изображен некий летний амфитеатр. Который находится в Витебске. Ну, и, наконец, банкнота достоинства в 20 тысяч рублей. Изображен на лицевой стороне дворец Румянцевых и Паскевичей. В городе Гомеле находится данный дворец. Также 2000 годом датирована данная банкнота. Но банкнота относится к году 2011. К слову, банкноты 2011 года имеют вот такую вот защитную полосу. А на оборотной стороне изображен, собственно, вот этот вот Гомельский дворец. Изображенный на картине Яцковского середины 19 века. Вот такие вот банкноты были приобретены мной для пополнения собственной коллекции. В комментариях просьба указывать, что в данном видео понравилось, что не понравилось. И было ли видео для вас интересным вообще. Ну, а я всем желаю удачи в пополнении коллекции. Собственную коллекцию я также буду пополнять по мере сил, возможностей и наличия свободного времени. Также буду выкладывать свои видео на ютубе, пока он у меня работает, и на дзене. Ну и по традиции, до новых встреч!